Следующий комик, встречаем тепло, хохочем от души, Александр Прищепов! Добрый вечер, друзья! Когда меня видят впервые, то меня принимают за модника, рэпера, а в деревне принимают за састаниста. Просто любой человек, который носит чистую одежду, служитель дьявола. Я модный фотограф. У меня работа мечты, я снимаю обнаженных девушек. Но надо сразу оговориться, что они сами на это напрашиваются. Я снимаю высокохудожественные снимки ню. Но всех интересует лишь один вопрос. Сплю ли я с моделями? Иногда, конечно, так и хочется сказать. Конечно же, все ради этого. Сначала с моделью, потом к нам присоединяется стилист, осветитель, ну и другая съемочная группа. Я рад, что не снимаю собак. У меня очень странные друзья. Когда нужно помочь с переездом или с зимней резиной, они всегда заняты. Но когда надо подержать свет на съемке или на модель маслом, то они всегда могут. Один даже из Краснодара привитал. Реально же фотография. Это непростая работа. И для того, чтобы прикоснуться к девушке, я пошел заниматься танго. Я очень люблю танго. Танцую, преподаю, и в этом я успешен. Уже 10 лет беру уроки. Ну и в танго у меня довольно специфичный вкус. Я люблю высоких партнерш. Всегда можно засунуть нос между грудей, и это совершенно законно. Для всех танго это приглушенный свет, страстно танцующие пары, роза в зубах. Но мы сами любим танцевать в красивых ресторанах, с большим танцполом. Но чаще всего мы танцуем в спортзале. Танго-партнеры подразделяются на несколько типов. Основные это жиголо, спортсмен и профи. Жиголо наиболее красивая и привлекательная особь в танго. Всегда красиво одет, нагелен, подстрижен. Он идет на все, что угодно, лишь бы получить вдову побогаче. Спортсмен же приходит на танго-вечеринки с одной или с двумя партнершами. И при этом у него одна задача, хорошенько пропотеть и потренироваться. И его ничего не останавливает. Выключенная музыка, отсутствие партнерши. Ну или сейчас пик метро. Профи обычно это бывшие пареньки. Это наиболее уважаемая особь в танго. Для них танго это просто бизнес и ничего личного. Сейчас, в последнее время, в танго очень много турниров. Ну и, конечно же, я в них победитель. В категории обычно, ну, в турнирах, две-три пары участвуют. Ну и, конечно, если одна пара, то я вообще победитель. Ну и иностранцам в России везде почет. Если идете мимо метро и видите Чернокова уже в барме, то наверняка это преподаватель сальсы. Ну так же и в танго. Если вы заходите на танго-вечеринку и видите аргентинца, то, вероятнее всего, это будет либо преподаватель, либо Наталья Аррера. Спасибо, друзья. Вы хорошая проведена.